Особое мнение на 101FM В апелляции Сергей Чурин был полностью оправдан, с него были сняты все обвинения. По статье, которая вменялась Сергею, статья 286 часть 2, превышение должностных полномочий, по совокупности там сюжетов разных, грозило Сергею 10 лет пребывания в местах не столь отдаленных за его работу на посту главы Фаленского района. Я поздравляю. Спасибо. Я поздравляю, потому что 40 судебных заседаний почти, да? Да. Это вообще беспрецедентно, чтобы столько судебных заседаний, и длилось это все полтора года. Ну да, примерно так. Почти два года. Мы следили за этим делом, и сейчас мне очень важно с Сергеем поговорить обо всем, что происходило и во время работы на посту главы Фаленского района, и во время суда, и теперь какие настроения после того, что случилось, есть ли еще желание работать на благо Отечества, на благо людей, или есть ощущение, что с этим надо завязывать. А может быть, мы с этого и начнем. Что вы думаете делать после того, что произошло? И думаете ли вы больше никогда, например, никогда не ходить в чиновники, не ходить в общественные деятели, не заниматься общественным благом, а работать там так, чтобы не касалась система вас вообще никак? Ну, я думаю, что такой работы не существует, ну, отвечая на ваш вопрос, когда ты, ну, что тебя никогда ничего не касается. Работаешь ты чиновником в муниципалитете, либо там в ОООшке какой-то. Закон, он всегда закон, и если ты нарушишь его, тебе достанется. И специальные органы существуют, которые все время контролируют всех и вся, и не только чиновников. Отвечая на вопрос, работать ли, есть ли планы вернуться там или дальше, не скрываю, это не первый, вы не первые меня спрашиваете, то есть таких вопросов достаточно много. Я немножко по-другому поставил вопрос. Хочешь ли ты вернуться, нет, хочешь ли ты заниматься интересной работой? Вот на этот вопрос я с удовольствием отвечу да. А работать главой района было интересно? Очень. То есть и главой района, и главой поселка. Я изначально туда пошел, понимая, что эта работа будет мне интересна, потому что я люблю что-то создавать, люблю напряженный график работы, ритм вот этот, большое количество приговоров, какой-то новой информации. Вот это все мне интересно. У меня будет прямой вопрос. Собираешься ли вернуться на этот пост? Пока не знаю. Я пока для себя этого не решил. Пока не решил. Но не отметаешь эту историю. Я не отметаю. То есть это большой урок для меня в любом случае. Ну, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Безусловно, в каких-то вещах, наверное, я в погоне за результатом, за конкретной целью, там, это же газификация, да, наверное, я делал, может, всего возраста, молодости быстрее, чем надо было. Эти уроки я получил, они зазубренные у меня остались. Так, еще раз мы говорим с Сергеем Чуриным, экс-главой Фаленского района, Сережа оправдан, и слава богу, слава богу. Значит, все снято, все обвинения, напоминаю, 10 лет грозило посадки. Потом было вынесено решение местного суда о том, что наложен будет штраф в районе где-то 200 тысяч. 120 тысяч рублей. Но даже это не остановило, Сергей, и ты пошел, давай на «ты» перейдем, просто так будет комфортнее нам. Ты пошел дальше и решил полностью добиться оправдания, хотя я помню, что адвокаты тебе говорили, что, может быть, на этом и остановимся, просто забудем, как страшный сон. Но ты пошел дальше. Почему для тебя было важно добиться полного оправдания? Об этом мне говорили не только адвокаты. О том, что не надо, все, остановись, выдохни. Мы в России, не ходи, потому что я невиновен. Я же ничего не совершил от того, что мне инкриминируют. То есть, прежде всего, только из-за этого. Если бы я чувствовал хотя бы на мизинчик какой-то вины, то такие мысли бы у меня появились. История с тем, как ты пытался справиться с этой ситуацией, она достаточно типична. Потому что, когда были предъявлены обвинения за то, что ты переложил трубу, таким образом добившись того, что детский садик стал отапливаться, и дети снова стали ходить в сад и не болеть, и пожарная часть. Ну, не настолько там было все сложно. Да. Там еще какие-то вещи. Ты же изначально не собирался обращаться к адвокатам и думал, что все это сойдет на нет, но при этом все равно ты уволился со своего поста. И тем не менее, в итоге пришлось обращаться к адвокатам, потому что дело приняло серьезный оборот. Никто не собирался оставлять тебя в покое. И дело хотели довести до суда, не суда, а его довели до суда, до конечной точки, чтобы ты сел. Как это сейчас происходит со многими главами поселений и районов. И мы собирали специальный материал. За 2018 год 12 уголовных дел и посадки. В 2019 году происходит то же самое. Я вот сейчас недавно вернулась из районов тоже, и я вижу в одном поселке, там человек сел в другом районе, человек сел, третий под судом, и в очень многих населенных пунктах висят объявления о том, что требуется глава поселения, глава района, глава села и так далее. Нет людей, которые туда бы пошли, и вообще эту должность называют расстрельной. Вот об этом тоже сегодня поговорим, но вернемся к вопросу, который я сказала, который я пыталась задать первым, тоже у меня эмоции переполняют, потому что я очень рада, что это дело пришло вот именно к этому концу. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, если бы в этом деле ты не подключил адвокатов, справился бы с этой ситуацией или сидел бы уже? Ну, вообще, в принципе, без адвокатов, конечно бы я сидел. То есть я не юрист по образованию, поэтому я как слепой котенок, я от этого ничего не знал. Это типичная ситуация для чиновников твоего ранга, для людей, которые занимают эти посты, кто идет на глав поселений районов? Я думаю, что да. Если вы, если кто-то уже является главой какого-то муниципального прозвания, либо планирует им стать, друзья, заведите телефончик адвоката. Скорее всего, у вас не будет настолько тяжелая статья, но совет и всегда иметь возможность позвонить этому адвокату у вас должна быть. Ну, вот таковы реалии. То есть если хочешь идти туда, то надо это иметь. Почему получается, почему складываются такие ситуации, на твой взгляд, что такое количество уголовных дел и такое количество посадок чиновников муниципального уровня? Ну, я вряд ли здесь буду объективен. Это мое частное мнение. У нас особое мнение программы, да. Что происходит? Возможно, это в рамках борьбы с коррупцией. То есть не все же белые и пушистые. То есть существуют, и я уверен в этом, что и большое количество, получается, чиновников, которые проворовались или берут взятку. Они есть. Говорить, что их вообще не существует, нельзя. Поэтому к ним повышено внимание. Но есть огромное количество дел, подобных твоему. Да. Вот эта ситуация почему складывается? Я надеюсь, что это все в рамках борьбы с коррупцией. Вот давайте так. Я не знаю почему, но я надеюсь, это именно... Мы же за то, чтобы не было коррупционеров, за то, чтобы не было нарушений. Ты надеешься, что так действуют силовые органы в связи с тем, что они борются с коррупцией. Но в твоем случае, как и в случае многих других... Хорошо, почему вы поводы даете? Чтобы можно было за что-то зацепиться? Любая хозяйственная операция – это уже повод. То есть требуется приложить трубу. Денег нет. А денег нет. То есть либо есть, но мало, либо... Ну и огромное количество сопроводительных мероприятий, то есть там закупки, когда они требуются и прочее, прочее. Там легко допустить ошибку. Опять же, мое частное мнение – возможно. Все-таки кое-где по очной системе осталось. Всем надо получать зарплату. Может быть, из-за этого. Прервемся на полминуты. Я бы хотела поговорить с тобой о вообще ситуации в районах и в поселках. Как она складывается и что вынуждает глав в том числе. Исхитряться, что называется, для того, чтобы решать эти проблемы. Продолжаем разговор. В программе «Особое мнение» Сергей Чурин, глава Фаленского района Кировской области с ноября 2016 года по 2018 год, экс-глава, который был вчера в областном Кировском суде, полностью в апелляции оправдан. С него была снята статья 286, часть 2. Это самая тяжелая статья для чиновника. Тяжкая, да. Тяжкое превышение должностных полномочий. Грозило 10 лет. Было все-таки обвинительное решение в районном суде. Был, правда, наложен штраф. Реальный срок не давали. Но Сережа пошел дальше и выиграл, что называется. И сейчас все обвинения сняты. Так вот, мы разбираем ситуацию, почему складывается ряд вот таких фактов. Их множество, огромное количество, их десятки в районах нашей области. Когда главы поселений, районов находятся под следствием и садятся, в конце концов, получая реальный срок. Вот только 12 было уголовных дел в прошлом году. В этом году их тоже множество. Что не месяц, мы все равно видим сообщение о том, что один глава под следствием, другой под следствием. Этот отстранен, этот ушел от греха подальше, пораньше. И хочется понять, почему все-таки вынуждены в данном случае поступать главы так, что их поступки – это угроза посадки, это угроза реального уголовного дела. Что происходит в районах, почему такие ситуации складываются? Я бы хотел еще добавить, что, возможно, за такими действиями просто существует какая-то борьба экономическая в каком-то конкретном районе. То есть где-то ведь лес, а где-то сельское хозяйство, где-то еще что-то там добывается или производится. Возможно, причина в этом. Может, кто-то… Политическая борьба существует. То есть есть борьба, нечистоплотная борьба со стороны предпринимателей, например. Возможно, да. Да. Я правильно понимаю? Да. Есть некая политическая борьба, когда хотят сменить одного главу на другого главу. Сами хотят стать. А есть, мне кажется, еще ситуация, и даже не кажется, что есть такая ситуация, когда закон так регулирует деятельность населенных пунктов и их глав, что, не нарушив, не сделаешь ты благо. Невозможно вообще, если следовать букве закона, залатать дыру в водопроводе, который сейчас там течет, а завтра еще три дыры. Невозможно отопить детский садик и так далее. Есть такое? Есть. И это… Больше всего, конечно, это на самом низком уровне, это на уровне поселений, особенно сельских. Там, где бюджет 2 миллиона рублей, 90% этих денег – это зарплата. Что там делать вообще невозможно. То есть можно сделать только, если ввести самообложение. На многих это есть. Опять же, возвращаемся к проектам поддержки местных инициатив. Появляются деньги, если поселение попало в проект. И, конечно, там надо быть очень аккуратно с расходами этих денег. И мы тут возвращаемся к той ситуации, что если у кого-то из проверяющих органов будет желание, они 100%, вот я вас заверяю, 100% они найдут. Дальше все зависит от желания проверяющего. То есть как он с этим главой дружит, не дружит, а если он с ним не дружит, то… То есть каковы задачи проверяющих органов в данном случае, надзирающих органов, что называется, поставить галочку и посадить, или помочь поселению выпадутся из этой ситуации? Вот с моего увольнения прошло уже больше года. Может быть, ситуация изменилась. Ну вот я отработал почти 8 лет сначала галочку и поселка, потом галочку и района. Мы не совсем с коллегами общались. Мы не совсем понимаем истинную задачу проверяющих. Ну вот что конкретно они хотят. Мы не враги проверяющим там. То есть мы бы с удовольствием услышали их мнение. То есть вот так нельзя делать, вот так нельзя делать. И делали бы так, как им в конце концов, очень часто, нам без разницы. Если бы мы сразу правила игры знали, да, вот я так скажу, выходишь на поле, а правила игры ты знаешь не все. Вот здесь, кстати, да, вот это такая типичная ситуация, когда главой поселения становится человек, который не имеет никакой базы для того, чтобы главой стать. Он не знает бюрократических процедур, не знает закона, не знает, как, собственно говоря, не сталкивался никогда с проверяющими органами, да, не знает последствий, которые могут быть. И узнать их невозможно, даже проведя семинары, в которых не было. Ну, сейчас проводят, кстати, Министерство внутренней политики, стало проводить эти семинары по юридическому просвещению, глядя вот на эту ситуацию. Человек не знает. Он приходит, как обычный человек. И действует, как обычный человек. Такая вот история. Он действует. Ну, вот тут, Светлана, мне нравится сравнивать глав поселения или районов с предпринимателями в том смысле, что, как там, 5% всего населения может стать предпринимателем, а глава поселения – это то же самое. То есть это достаточно редкий склад человеческого ума или подхода. Мне кажется, он похож на предпринимательский. То есть у тебя постоянно должна работать голова в том смысле и головы твоей команды. Ну, как решить эту проблему? Вот просто по учебнику, там, как, даже если образование будет, этого не сделать. Надо искать нестандартный способ. И очень часто, когда человек приходит без подготовки, он решает эту проблему. Он просто не знает, насколько это сложно. А когда же не боишься, берешь и делаешь. А, и так получается, что нарушаешь закон. Потому что ты действуешь благодаря здравому, как бы, здравому смыслу, следуя. Потому что надо спасти поселение от того, от всего, от пятого, от десятого. Ну, давайте мы, слава богу, не... Он жестко регулирует. У тебя сегодня прорвало трубу. А закон тебе даст возможность ее, может быть, починить не в этом году. Я бы даже не про трубы и не чрезвычайную ситуацию сказал. Вот свой пример, опять же, расскажу. Я очень хотел построить футбольное поле. И если бы я знал все эти законы, ну, вот, правила и прочее, я бы его ни за что не построил. Но мы его, сообщая всем поселкам, построили, предложи мне сейчас поле построить, ни за что не соглашусь. Потому что я знаю, насколько это сложно и тяжело. Ну, я сейчас скажу, это невозможно. Так как строили мы без денег. Абсолютно. И поэтому, если в каком-то поселке хотят построить фонтан, не знаю, в Стрижах, может, он, кстати, там есть. И если человек придет опытный такой, о, ребята, это все сложно, там, 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 трубы натянуть и прочее. А если человек приходит с идеей, вот хочу фонтан, и у него единомышленники есть, по моему попали. И они построят этот фонтан. Но потом скажут мне, все, я, ребят, умываю руки, я построился. Это тоже сила у предпринимателей, у главпоселений, которые двигают и реализуют какие-то идеи. То есть все равно, получается, не благодаря, а вопреки делают. Да, ну, да, да. Чаще всего так и происходит, и, слава богу, если ждать, вот, прям, вот, программы, там, какой-то, или писать эту программу, это долго, и получится мало. Ну, это мое мнение. Вот я уже сказала, что была в районах буквально последние два дня, и вижу, какие разные есть поселения. В каких-то люди, пользуясь разными программами, действительно объединяются, они делают какие-то проекты, в каких-то руки просто опускаются. И у людей замкнутый абсолютно круг, и ты видишь, что они не способны не договориться, не договорившись, не верят, что что-то вообще может получиться, что есть для них хоть какая-то перспектива. Это, что касается уменьшающихся в размерах, например, деревень и сел. Было две тысячи человек, стало двести, например, в Донаурово, да, и вот, и там водопровод, который требует нескольких десятков миллионов, где ты их возьмешь... И протяженностью, где ты их возьмешь, да, при любом самообложении не хватит. И вместо того, чтобы изучать документы, новый глава, который месяц всего работает, он лично своими руками затыкает эти дыры и латает и так далее. Вот где здесь выход найти? Что должно произойти, чтобы изменилась ситуация? Вот ты, работая в этом статусе, сейчас, глядя на эту ситуацию, ты видишь, что есть выходы или нет? Я тут пессимист. В этом вопросе я пессимист, то есть тут кардинального я прорыва не вижу, то есть это что-то должно быть на законодательном уровне изменится. Ну, для меня, вот мое мнение, что роль местного самоуправления, она падает. Оно есть вообще местное самоуправление? Ну, есть. Люди самоуправлять могут? Могут, могут. И я сейчас даже не про людей, а про глав. Они же поставлены людьми, они выбраны местным самоуправлением. Но роль, конечно, падает, значимость падает, бюджеты падают, все падает. И пока тенденции обратной не будет, то, понятно, будет и пессимизм, и прочее. Тенденция может переломиться, и благодаря чему? Это должно быть решение сверху или может быть какое-то решение? То есть это у нас как минимум либо на оригинальном уровне, либо на федеральном должно смениться кардинально. А что для этого нужно, чтобы сменилось, ну, в смысле, в какой части должно смениться законодательство? Больше полномочий передать муниципалитетам или, опять же, закидать федеральными деньгами? А полномочий с финансированием. У нас любят придавать полномочия, а финансирование, должного финансирования, не существует. Или там дают, но совсем мало. Можно и в рамках действующего законодательства, но если в рамках действующего законодательства, то, безусловно, это надо поднимать финансирование. А, ну, возможно, у нас 131-й федеральный от, если не ошибаюсь, 1997-го года? Может, ошибаюсь. Я не юрист. Или 2003-го. Ничего вечного не существует. Возможно, там, через 2-3-5 лет что-то изменится. Скажи мне, пожалуйста, рецепт для таких людей, как Данаурова, о котором я тебе рассказала, он вообще существует в рамках действующего законодательства и действующей системы? Как выживать? Для решения проблемы Данаурова, ну, вот тебя сейчас я выслушал, я понял, я думаю, что законного нет, незаконно есть, и я, наверное, расскажу не под микрофон. У нас была такая деревня, ну, у нас, в смысле, есть. В Полянском районе. Мы решили проблемы с водопроводом там, без проекта местных институтов. Ну, вот просто вариант, вот когда ты на это смотришь, что думаешь, либо всё закрывать и уезжать оттуда, даже пенсионерам, к детям проситься и так далее, просто вот как это сделать, там было 2000 дворов, стало 200, например, да? Закрывать просто лавочку и уезжать оттуда, потому что туда ведь нет дороги. Да, я там один раз был. Красивое место. Там очень красиво. Но туда нет дороги, а где нет дороги, нет жизни, собственно. Либо находить какие-то пути. Пути есть. Пути есть. Расскажу конкретно по водопроводу, не под микрофон. Всё понятно. Сейчас мы прервёмся на короткую рекламу. Напоминаю, что это особое мнение Сергея Чурина, экс-главы Фалёнского района Кировской области. И надо сказать, что Сергей ещё и выпускник президентской программы. В 2014 году, ну, то есть это вообще-то резерв, надо смотреть. То есть ты же президентский резерв. Почему я вопросы такие задаю? Думаешь ли ты дальше идти и работать в чиновниках? И, кстати говоря, тебя поздравили коллеги-чиновники вчера с победой такой. И говорят ли тебе, например, в том же правительстве, в Министерстве внутренней политики, Серёжа, ты нам нужен, ты ценный кадр. С Министерством внутренней политики я не общался давно. Ну, больше года. А коллеги, очень близкие коллеги, это последний, у нас не созыв, избрание, то есть вот последняя волна. То есть, да, мы сдружились. Друзья вас я помню, называть не буду. Спасибо большое, что вы мне помогали. Они меня поздравили. Ну, добрым словом, мне достаточно. А говорят местные жители, Сергей, возвращайся. Да я с местными жителями, ну, вот я вчера приехал в Аленке вечером, поучаствовал в футбольном турнире, который у нас там организован на том искусственном газоне. Пришла ночь. Который строил ты. Ну, не я, то есть. Вместе жителей. Я затевал, да, то есть там нас много, мы всем миром строили. Пришло утро, я сел в машину и поехал сюда снова. То есть я не успел, собственно, ни с кем поговорить. Пока еще не успел. Ну, пишут, звонят, те люди, которые меня поддерживали, да, большое им спасибо. Ну, вот надо сказать еще, что все подробности этого дела и как завершилось и почему победили будут завтра в дневном развороте, придет Наталья Костина, твой адвокат, один из твоих адвокатов, которому, конечно, большое спасибо. И она расскажет подробности, как это все происходило с точки зрения юриста. А после перерыва мы с тобой проговорим про, на самом деле, кадровый резерв, про компетенции, что и куда можно было бы применить. Видите, в частности, мы вот тут перекинули мостик из нашего дневного разворота про мусоросжигательные заводы. Потому что Сергей, как выпускник президентской программы в 2014 году, по этой программе ездил в Германию, где почти месяц провел, и мусоросжигательные заводы все эти видел, и как это все устроено. И вот можно уже теперь переложить на опыт и управленца, и посмотреть на это как человек, и посмотреть в разрезе мусорной реформы, которая происходит, и об этом поговорить после перерыва. Программа «Особое мнение» продолжается. У микрофона Светлана Занько свое особое мнение высказывает экс-глава Афальонского района Кировской области Сергей Чурин. И мы зацепились за то, что Сергей был в 2014 году по президентской программе, потому что он выпускник президентской программы, кадровый резерв практически. Нет ведь сейчас, вот благодаря судебному решению, полному оправданию, нет никаких для тебя препятствий снова пойти на госслужбы, на муниципальную службу. Нет ведь их, правильно? Да. Все открыто. Вопрос, кто позовет или захочешь ли ты сам, например, пойти. Наверное. Вот. В 2014 году ездил в Германию, там почти месяц жил, и изучал там в том числе вот эту самую тему, связанную с мусором, с обращением с твердыми коммунальными, бытовыми отходами, коммунальными отходами. Как там устроены заводы, чьи это решения, какие там деньги. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях. Уже, наверное, с приложением к тому, что мы имеем сейчас, какую данность мы имеем сейчас в России и в Кировской области. Ну, я оттуда приехал, конечно, очень сильно впечатлённо. Я был в городе Гамбурге в основном, и на пять дней мы выезжали, четыре ночи, пять дней мы выезжали в Берлин. Мусорозжигательная и мусороперерабатывающие заводы – это часть нашей программы, она у нас была очень общительная. То есть всё, что связано с ЖКХ, с женшеском коммунальным хозяйством, от водоподготовки, водоотведения, канализации, мусоросборки, мусоропереработки, мусоропринимающих станций и во что-то. Вы говорили про пар, то есть мы были электричество, газ, ну, вот этот дорожный щебень отжигания производства. Да, вот эта субстанция, которая после сжигания образуется, да, в дорогах используется, в дорожном строительстве. Да, потом то, что используется в сельском хозяйстве. То есть мы были там, где червей выращивают, ну, они перерабатывают всё это, в мешки пакуют это, ну, земля в мешках получается, продаёт. То есть мы были вообще везде, а даже мы были на свалке, в том смысле, что она давно законсервирована, но из неё произведено экскурсионное место, стоят ветряки, ветряки мы тоже изучали, то есть мы были везде. Черви там вылазят под ветряками или не вылазят? Нет, черви были в другом месте. Вопросов, так как у нас было много времени, то есть не один день, не два, а почти 24 дня, поэтому мы задавали любые вопросы. Больше всего мне понравилось то, что мы по приезду домой, мы жили в гостинице в одной все вместе, мы это всё обсуждали, парни и девчонки со всей России. Ну, так как президентская программа, это возраст достаточно молодой. От Кемерово до Петербурга, то есть, ну, со всей страны были. И один с нами был из Баку, товарищ Эдуард. Мы изучили опыт азербанжанских, то есть как там всё это происходит. У них попроще, денег больше, ну, вот конкретно на это направление. Они просто покупают всё для завода, ставят у себя там, в Германии, допустим, или в Швеции, и там это всё делают. Мы это всё обсуждали, и наутро мы задавали вопросы. У нас же сразу экономический такой взгляд. Допустим, производят газ из отходов. А как вы попадаете в трубу? Мы же знаем, что в России в трубу невозможно попасть. На нас так смотрят, то есть, а в чём проблема? То есть, есть тарифы, есть специальные станции, пожалуйста, подключайтесь, включайте, ну, постреляйте. У нас есть монополист, он тебя не пустит в свою трубу. У нас, я не скажу небо и земля, это на самом деле, вот разность менталитетов, то есть разность подходов. Там абсолютно, ну, там же конкуренция. И здравый смысл. Ну, и в отсутствии конкуренции тоже у кого-то есть здравый смысл. Но пытаться, ну, опять же, вот мы не Данхихоты, то есть там, давай как-нибудь. Мы же понимаем, что пока, не решив проблему, как попасть в трубу с газом, чтобы сдать туда свой газ, бессмысленно в России строить завод перерабатывающий, который производит газ. Всё, мы сразу-таки, нам этого не надо. То есть, мы не готовы. Щебень, возможно, вот я знаю, что в Кировской области производство, нет щебня своего, то есть... Чембулацкий. Чембулацкий, ну, там М400, ну, крайний РМ500. А для средств это должен большей марки быть. Везут откуда? Пермь? Ну, Урал. Урал. Соответственно, почему нет? Ну, опять же, там надо смотреть себестоимость. Ну, мы трогали этот щебень, да, он идёт на дорогу. Всё сжигается полностью. Ну, кроме себестоимости, ведь эти заводы решают вопрос, они же о чём говорят? Экологической безопасности. То есть, вот переработанное вот это всё дело, оно должно куда-то пускаться в хозяйственную деятельность. Там, получается, ну, вот я слушал, что что-то образовывается в том заводе в Берлине, там, где были мы, ничего не образовывается, что захораниваться, то есть используется всё. С точки зрения экологии, мы вот, мы почему-то верили немцам, то есть мы не акцентировали внимание, то есть они нам говорили, что мы видим, что всё хорошо. Запах, кстати, там был, ну, был. На заводе или вокруг него? Внутри, внутри. Нет, вокруг всё хорошо. В самом Гамбурге всё, что производит город Гамбург, там 2 или 3 миллиона людей проживают, я имею в виду в наших туалетах, стекает, получается, в остров на реке, и понятно, что там, если бы что-то было с экологией, то есть там бы били в Кавакова и прочее, нам показывали, вот, всё у нас здесь хранится, ну, там, соответствующие процедуры происходят, очистки и прочее, прочее, прочее. То есть мы верили им сразу, почему-то у нас таких вопросов не было, что с экологией там всё хорошо. Нас больше интересовало, куда, почему, зачем, то есть как выстроена цепочка, мы же были... Программа президентская, она не для чиновников. Я туда попал не как чиновника, как выборное лицо. То есть если человек работает чиновником, он, в принципе, попасть не может. Со всей страны были главные инженера, ведущие руководители, то есть там производственники были, они сразу смотрели цепочки, как, а можно ли это у нас всё сделать. Если требуется переработать резиновое колесо, они сразу смотрели, как, чего, а можно ли это. И чего говорили-то, кстати говоря, твои потиси-понты. Можно у нас это всё сделать или нет? Или только мечты? По ухали, по потухали? Но пока мы, моё мнение, не дошли до вот той точки нуждаемости, что ли. Расскажу на примере. У нас очень много бесхозяйной земли. Вот я как глава поселяем, глава района знаю. У нас огромное количество бесхозяйной земли. В Германии нет такого. У нас выбрасывают за лесок не потому, что такие вредные. В Германии также выбрасывают за лесок. В Германии есть владелец этого леска, либо этого поля. Если он увидит, а там увидят и сообщат, такие штрафы будут человеку, который выкидывает. Поэтому он на это не идёт. А так бы выбросил с удовольствием? Они выбрасывают. Мы разговаривали там за кружкой прекрасного пива немецкого. То есть они, я не скажу, что очень сильно отличаются менталитетом в качестве, вот, с точки зрения мусора. Они бы с удовольствием, вот, ну, конкретный человек немец говорит, да я бы с удовольствием всё бы выкидывал в один пакет и в один бачок. Но это стоит 5 евро куб. А если я достану туда алюминиевую банку, сдам в магазин, за неё мне дадут 40 центов, пластиковую 20 центов. Ну, это я реально всё говорю. Пластик я запихаю в соседнюю. То есть он раскладывает чисто по экономическим целям. У них на каждой стоит ключик, видеокамера, там, где мы были, всегда стоит видеокамера, чтобы там невозможно... За вами наблюдают. Вот я хочу прийти и в соседний бак пристроить. Нет, у меня ключа от них нет. То есть у них там всё это выстроено, да. А приём посуды, мы же обращали внимание, то есть ходили за продуктами в огромный торговый центр, там, кипермаркет продуктовый. Практически все стеклянные бутылки до такой степени истёрты. Это продукт, который возвратный. У них стоят автоматы, они тебе не дают денег, они тебе дают корешочек на штрих-код, ты сдаёшь его на кассе и эквивалентный деньгам. У тебя скидка получается, да? И такие скидки хорошие, то есть вот я сейчас помню, жестяная банка стоила, в общем, 40 центов и 20 центов. 40, наверное, вру, 20, вот что-то в районе 20 центов. Покупая новый продукт в такой упаковке, например, ты предъявляешь этот штрих-код, и тебе это зачитывают как деньги. Можешь прийти без денег с большой мешком пивных банок, не мятых, почему-то там мяты не принимают, ты их туда спихал, автомат тебе выплюнет, это всё пойдёт. Ну вот и что ты думаешь сейчас, спустя столько лет, уже 5 лет спустя вот этой поездки, когда вступила в действие мусорная реформа, когда у нас собираются построить завод по переработке отходов первого-второго класса опасности, ну и, кстати, там уже заговорили, что попутно могут перерабатывать просто мусор там, да, ТБОшный. Что ты думаешь, сейчас-то мы готовы к этому? Я думаю, что мы не готовы, мы не понимаем, что нам нужно в производстве, ну, что мы хотим получить по итогу. Вот строили завод, что должен произойти? Это не просто сжечь это всё дело. Почему? Это есть такая точка, просто сжечь. Но всё равно же там в итоге получается хотя бы этот шлак, о котором ты говоришь, который можно в дороге закатывать. Но в дорожном строительстве у нас, например, его в СНИПах или в чём-то, в ГОСТах нет. Нет, он есть, он загустирован, то есть это обычно же, даже сейчас... В России есть это? Конечно, в России. Ну, у нас сейчас на дорожном строительстве применяется не гранит, который добывается, а продукции от горно-обогательных комбинатов, в том смысле, что там уголь сжигают, и от него такой... То есть можно это всё ввести, даже если этого нет? Да, уже есть всё. Так. Почему такое сопротивление тогда встречает у население идея строительства таких заводов в регионе? Вот я из Фалёнок, если рядом построят в Фалёнках, я буду тоже, наверное, против. Почему же в Гамбурге не против, а в Фалёнках против? В Гамбурге... Ну, к сожалению, нам не рассказывали. Вот я хочу, чтобы ты объяснил, почему. Вот ты рассказываешь про Гамбург. Сейчас они не против, потому что они... Вена рассказывает, как прекрасно. Все говорят, как у них хорошо и безопасно, но когда тебе говорят, что в Фалёнках можно построить такой завод, вот точно такой завод, ты говоришь, я буду против. Почему? Ну, я ответил, как абстрактный житель посёлка Фалёнки. Лично я не буду против, если точно такой же завод построить, потому что я это видел сам лично. Если каждого жителя Мородыкова вывезут, покажут, я думаю, что там проблем не будет. Ну, там не Мородыковские в основном возмущаются, как Кировчане и жители Котельнич. Это от чего возникает? От незнания, от неверия. От чего? От незнания. От нежелания вообще в эту историю ввязываться, в эту мусорную реформу, инерции какой-то? Ну, как говорится, ведь объяснять, нельзя объяснить, вот все поняли, объяснять надо постоянно, беспрерывно. И чем сложнее проблема там, ну, это достаточно серьёзная проблема, объяснять надо гораздо больше, чем, ну, моё мнение, чем сейчас происходит. Не хватает информационной работы. И, насколько я понимаю, до сих пор уверенности ни у кого нет, что конкретно там будут перерабатывать. Ну, в России же бывает такое, что говорили одно, будет другое. То есть вот недоверие всё-таки есть. Да, недоверие, наверное, отвечая на вопрос... А почему недоверие возникает? Из-за предыдущих опытов. А вот недоверие почему возникает? Сегодня нам рассказывал Александр Анатольевич Чурин, что муниципалитеты решают, что им строить, какой завод. Это мы переходим снова к Германии? Да, везде. И в Швеции. И 80% экономики в Германии построено на малом бизнесе, среднем. Ну, муниципалитеты решают. Они сами решили, поэтому им не надо там доверять или не доверять. У нас муниципалитеты не решают такие вопросы. И поэтому недоверие возникает. Ну, в том числе, да. В том числе, да. Мы продолжим еще встречи с Сергеем Чуриным, экс-главой Фаленского района Кировской области. Надеюсь, что в следующей нашей встрече уже можно будет как-то тебя именовать. Ты там определишься, куда ты дальше идешь. Благодарю тебя за эту беседу. Еще раз поздравляю с замечательной, совершенно замечательной победой и выигранным делом. Это действительно прецедент. Желаем всем чиновникам, кто также считает, что он прав и не чувствует за собой никакой вины и действительно не виноваты, тоже достойно проходить весь путь. Вообще хотелось бы, чтобы поменьше было таких дел. И люди, которые знают, работают и желают что-то делать на благо других людей, своих земляков, имели эту возможность сделать, не нарушая закон. Нигде, ни по каким параметрам. Вот сейчас, по моему опыту, я пока вижу, что в некоторых случаях это просто невозможно. Просто невозможно. Есть чем заняться нашим законотворцам. Хорошо бы, чтобы они творили в нужном направлении. Спасибо тебе. Программа «Особое мнение» завершена. Всем до свидания. До свидания.